Чем больше мы будем закупать доллары, чем больше мы будем закупать муку, тем больше начинает возникать паника, тем больше будет раскачиваться инфляция. Адилет Асанканов работает в сфере обмена валют уже 6 лет. На его памяти такого резкого скачка доллара еще не было, но в 2014 году была почти аналогичная ситуация. По его словам, подорожание доллара ударит по карманам каждого предпринимателя, кто ведет свое дело в зеленых купюрах. Тогда доллары продавали почти по 78-79 сомов. Потом постепенно все стабилизировалось. Это, конечно же, приведет в убыток многих, ведь почти все обменки держат свои кассы в долларах. Но это же бизнес. На любом рынке бывают падения и высоты. Перед тем, как курс поднялся, был хороший спрос. Сейчас же многие приходят, чтобы продать доллары, то есть увеличилось предложение. Да и рубль, надо заметить, тоже резко упал. Чуть больше 90 тынов. Конечно, все случилось внезапно. Думаю, Нацбанку надо было вести планомерную политику. Ведь столь резкий скачок пугает население. Сейчас доллары в обменных бюро продают по 73 сома, а покупают по 72 сома 80 тынов. Такая ситуация, по мнению экспертов, сохранится как минимум до лета. Тем не менее, спрос на иностранную валюту снизился. Однако работники обменок утверждают, что среди населения ажитажа нет. И ситуация в целом стабильная. А вот 10 марта ситуация казалась не столь спокойная и обнадеживающая. Мы страна являемся импортируемой. То есть многие товары у нас импортируются из таких стран, как Китай, Турция, Россия. Так как граница с Китаем закрыта, сейчас на данный момент основная масса идет в Турцию. В Арабских Эмиратах наши граждане покупают товары. И они расплачиваются в виде долларов. День отправок. В этот день по вторникам наблюдается спрос на доллары. Тогда же, ближе к вечеру, доллар резко подорожал аж на три сома. Не вмешаться в этом случае нацбанку означало выпустить на самотек безудержные скачки на валютном рынке. Поэтому в целях сглаживания внезапных колебаний обменного курса регулятор провел очередную интервенцию. Уже четвертую с начала года продав на этот раз 53 миллиона 700 тысяч долларов. Всего с января по март НБКР продал более 140 миллионов. Наши резервы составляют 2,4 миллиарда долларов США, что равно практически пяти месяцам импорта страны. То есть у нас резервов достаточно для того, чтобы не допускать резких скачков. С момента введения в обращение национальной валюты сом находится в свободном плавании. Такая модель значительно помогает сохранить устойчивость валюты. Однако изменчивость финансовых рынков стран основных торговых партнеров, безусловно, влияет на финансовые индикаторы Кыргызстана. Надо обратить внимание, что экономика Кыргызской республики с начала года демонстрирует умеренный экономический рост. То есть экономика продолжает наращивать темпы экономического прироста. Кроме этого, что касается денежных переводов и других поступлений, все идет по плану. Колебания на валютном рынке начались после обвала мировых цен на нефть. В ночь с 9 на 10 марта стоимость черного золота упала на 14 долларов за баррель. После сообщения о срыве сделки ОПЕК по сокращению добычи сырья цены на нефть марки Brent достигли уровня ниже 35 долларов. Это называют одним из ключевых факторов падения курса рубля и российских биржевых индексов. На фоне снижения цен на нефть Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерении увеличить объемы поставок энергоносителей. Разногласия между партнерами связывают с отказом Москвы от дополнительного снижения квот в связи с угрозой спада мировой экономики. Министр энергетики России Александр Новак настаивает, что российские представители призывали пока сохранить соглашение с прежними ограничениями. Такая ситуация, конечно, отразится и на цены в Кыргызстане. Не секрет, что наша республика нефтезависимая, где нет собственного производства, которое полностью обеспечивало бы внутреннюю потребность, отметили в Ассоциации нефтетрейдеров. Да, во всем мире идет тенденция к тому, что подорожает. Нефть на 32 доллара за баррель опустилась на торгах. По предварительным данным, вот по сегодняшней ситуации, посмотрели мы аналитику. Да, у нас, возможно, будет понижение цен, но это у нас уже скажется только, наверное, в конце марта месяца. И по нашим прогнозам это где-то примерно 1-1,5%. Обвал акций идет на мировом уровне. В соседних государствах, таких как Казахстан, Россия, тоже курс доллара повысился. То есть у них тоже национальная валюта припала на очень такие большие проценты. У нас вчера доллар поднялся на 4,5%, а в таких соседних государствах на 10%, на 9%, на 12% повысился. Но мы ожидаем, что в ближайшее время курс доллара пока будет держаться в этом плане, если только не пойдет вниз. Между тем, экономист Азамат Аттокуров уверен, что еще одна причина подорожания американца – закрытие границ из-за коронавируса. А больше всего от этого пострадает экспорт и импорт. Всегда есть балка в двух концах. То есть чем сильнее местная валюта, тем это лучше для импорта. Потому что мы, получается, закупаемся в долларах на импортные товары, и, соответственно, им это выгодно. Но если сумм слабый, это выгодно экспортерам. Потому что мы можем конкурировать с российскими, с казахскими товарами, получается. И поэтому для экспорта выгоден слабый сумм. Но в будущем нужно смотреть так. То есть это взаимная торговля. И поэтому курсы соседних стран всегда балансируют. Не бывает так, что у соседей подскочил, а у нас не подскочил. Потому что спрос в целом давит. По всему миру сейчас на доллары получается. Последние события привели к 20-процентному снижению мировой экономики. А паника, вызванная коронавирусом, нанесла фондовым рынкам убытки в размере 9 триллионов долларов. Теперь же, как заверяют эксперты, нужно будет подстраиваться под текущую ситуацию. А главное, советуют не спешить менять суммы на доллары. Сейль Харбекова, Бахтабек Мамацаев. Итоги на пирамиде. Продолжение следует...